Многие люди не придают должного значения и важности духовному воспитанию учеников. Но духовное воспитание ученика так же важно и ответственно, как и воспитание ребенка. Если ребенка неправильно воспитывать, и когда он не слушается и все делает по-своему, все равно пытаться огородить его от всех жизненных трудностей и от всех жизненных ситуаций, в которые он залез своим непослушанием и непочтением к родителям, и не давать в определенной степени пожать плоды его собственного выбора и решения, а вместо этого, потакая каждой его прихоти и решая все его проблемы, пытаться как-то избавить его от последствий его выбора, то такие дети вырастают гордецами, эгоистами и нарциссами, которым кажется, что в центре всего мироздания находится он сам, и весь мир должен крутиться и кружиться вокруг него и исполнять его желания и похоти. Но когда такие дети взрослеют и с таким мышлением попадают во взрослый мир, то оказывается, что они абсолютно не приспособлены жить самостоятельно, и очень скоро этот мир сломает их, и зачастую это бывает для них фатально. Абсолютно то же самое происходит и с духовными учениками. Если мы не будем учить их исполнять Слово Божье, мы не будем учить их исполнять ведение Церкви, анализировать свой день и давать отчет за него, брать ответственность за спасение этой земли через проповедь Евангелия, а вместо этого соглашаться, потакать и оправдывать его грехи и бездействия, то очень скоро такие люди возгордятся и станут духовными эгоистами. И своими действиями они будут больше разрушать Царство Божье, нежели строить его.